Девушки отдыхают Девушки отдыхают Если вы хотите, о шииты Ирака, о марджа Таглиды, чтобы эти убийства шиитов закончились, то решите этот вопрос одной лишь фетвой. И это фетва о том, что шиитам запрещено править. Скажите им, чтобы они оставили власть своим противникам. Пусть Малики уйдет, и Аммар Хаким уйдет, и Муктада Ассадар уйдет. Пусть Тарик Аль-Хашими вернется из Турции и будет правиться, и тогда все взрывы прекратятся. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и его семейство, сказал, «Остерегайтесь повиноваться султану-притеснителю, ведь поистине в этом поражение религии. И берегитесь помогать ему. Не будет вам славы в соучастии в его делах». «Все знают эту истину. Кто-то из нас не знает об этом. Что, если отдать власть, то взрывы не прекратятся? Прекратятся. Почему вы настаиваете на том, чтобы заниматься политикой, которая приводит к тому, что вас днем и ночью убивают? Почему?» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и его семейство, сказал, «Поистине, мельница Ислама будет вращаться. И там, где вращается Коран, вращайтесь вместе с ним. Несомненно, истинная власть и Коран не должны сражаться друг с другом и разделяться. Ведь поистине будут у вас правители, что станут судить и выносить решения. Одни для себя, а другие для вас. И если вы станете им подчиняться, то введут они вас в заблуждение. А если вы выступите против них, они вас убьют». И спросили люди, «О посланник Аллаха, как же нам тогда быть, если это случится?» Он ответил, «Будете вы подобными сподвижникам Иисуса, мир ему, которые были рассеяны в изгнании и вздернуты на дереве. Ибо смерть в повиновении лучше жизни вне повиновения Аллаху». «Почему вы так настаиваете? Настаиваете взять власть в Бахрейне в свои руки? Почему? Почему вы не сидите тихо в восточных районах Бахрейна? Не поднимайте восстание! Сидите тихо и не вмешивайтесь в политику и власть!» Из речи, произнесенной в день Ашура имамом Хусейном, мир ему. «Поистине призывающий к истине, сын призывающего к истине, сегодня оказался между двумя – унижением и высочайшей честью. Господи, сохрани нас от унижения, да пребудем мы там, где посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И истинно верующие, осыпанные Господними благодеяниями, очищенные, да не окажемся мы среди тех, кто соблазнится подчинением тирану, предпочтя его благам Господним». «Отдайте власть суннитам! Живите под их властью! Спокойно и без всяких взрывов!» Какой ответ в этом случае? Тем более об этом говорится в наших хадисах. Я укажу на некоторые из них. Хадисы, которые относятся именно к этому вопросу. Шииты не должны стремиться к власти и править. Шииты, оставьте власть и не поднимайте восстания против несправедливого правителя. Обо всем этом говорится в наших хадисах. Ждите имама, мир ему. Это все имеется в наших хадисах. Почему же вы не соблюдаете эти хадисы? Имам Али, мир ему, сказал «Джихад подразделяется на четыре разновидности Повеление одобряемого и удержание от запретного Установление правды в родных краях И ненависть грешникам» Обычно они говорят, что эти хадисы слабы Хотя это самые достоверные хадисы Но они говорят «Нет, мы не можем Это пассивное ожидание А мы должны ждать имама активно Отдайте власть Они говорят «Как же мы можем отдать власть другим, когда Саддам угнетал нас И мы только избавились от него Придут новые Саддамы и новые Баасисты и будут угнетать нас Очень просто О брат, пока ты стремишься к власти, они будут убивать тебя днем и ночью Саддам убивал тех, кто восстал против него И тех, кто отказывался подчиняться его приказам А не просто потому, что ты являешься шиитом А потому что шииты, в особенности те, кто создавал политические партии Такие как партия Дава и другие Поднимали восстания, совершали революцию И осуществляли военные операции Поэтому он возненавидел шиитов и подвергнул их жестокому наказанию Но если бы все шииты Присягнули Саддаму, то они были бы в безопасности Саддам правил бы ими Имам Саддик, мир ему Относительно рассуждения между двумя людьми Подчинившимися Тагуту Меж которыми возникла тяжба касательно религии и наследования Сказал Кто повиновался деспоту Тот должен принять заслуженное Поскольку он подчинился власти Тагута В то время, как велел Аллах от него отвернуться Посланник Аллаха Да благословит его Аллах и его семейство Сказал Кто повелевал одобряемое и запрещал неодобряемое Тот наместник Аллаха на земле и преемник его посланника Имам Али, мир ему, сказал Чего стоят все праведные деяния и джихад на пути Аллаха Перед лицом повеления одобряемого и запрета неодобряемого Не больше, чем капля в бурном море Ты видишь, что многие из них поспешают грешить Приступать к границе дозволенного и пожирать запретное Воистину скверно то, что они совершают Почему же раввины и первосвященники Не удерживают их от греховных речей и пожирания запретного Воистину скверно то, что они творят Посланник Аллаха Да благословит его Аллах и его семейство Сказал Кто из вас видит неодобряемое, то пускай изменит это своими руками А кто не может, то своим языком А кто не в состоянии сделать и этого, то в своем сердце И это самая низкая степень веры Субтитры создавал DimaTorzok